Ну что, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Казуко Фэмили, и сегодня мы поговорим о Спайдер Мэне 2. В общем, как сказать, всё вроде бы неплохо. Сюжет, веном, музыка классная, атмосфера. Да, графика, кстати, подкачала. Вот, она на PlayStation 5 почему-то смотрится хуже, чем Miles Morales. Ну, это даже заметили некоторые люди. Ну, может, они ставили производительность, а не качество. Может, на качестве красивее, но ладно. Никто этого не проверял, но я просто расскажу, в принципе, свои впечатления, которые я полностью посмотрел в Человека-паука 2. Вроде бы всё неплохо, но всегда есть одно но, и я это, в принципе, заметил. Крутых моментов не так-то много. К сожалению, мне запомнились только моменты с Веномом. Вот, с анти-веномом. И, естественно, с другим Веномом. Но это спойлеры, спойлерить в принципе не буду. В общем, я не знаю, как вам объяснить. Назвать ли это крутым пауком, у меня язык не повернётся, но приятные вечера, конечно, игра принесёт, как Питер Паркет становится временем на Веномом. А главный злодей Венома – его друг. Гарри Осборн, по-моему. Мне немного не понравилось то, что, как сказать, по комиксу и по другой вселенной Паука, Веномом всегда был кто? Правильно, Эдди Брок. Но почему-то они решили сделать так, что Осборн, у них там противостояние, и всю игру эти сраные противостояния. Да. Ну ладно. В общем, это в принципе можно опустить. Но что нельзя просить за такую большую сумму? Блин, естественно, игра много стоит на PlayStation. Я бы, наверное, сразу бы продал игру кому-нибудь на руки после того, как прошёл Паука, если бы у меня было PS5. Вот. Единственное, что порадовало – это злодей Краван. Вот это крутой мужик, который прям, знаете, заставляет Питера Паркера, чтобы он стал злым и показал свою истинную сущность. Это было круто. Насчёт побочек я ничего не могу сказать, потому что побочки я не видел. Я видел основной сюжет, видел концовку, видел намёк на продолжение. Вот. Но, к сожалению, в каждой игре есть, конечно, доля ярчинки. Вот. И поэтому мне как-то не понравилось, что Веном – это Осборн. То есть его так ещё некрасиво, этого Осборна, сделали, Озборн выглядит как-то страшно. Потом вот это Осборну Веном показывают, блин, как он хочет завоевать, естественно, мир, потому что цель Венома – захватить землю. Это мы и так знаем, без всяких спойлеров. И самое главное, кто не играл, кто играл в Эпофф Шадовс, там Веном тоже есть, но там Веном практически всю игру. Вот. И там реально Веном Питер Паркер, и там действительно Веном херачат людей, убивают, коконы распространяют. Вот, конечно, есть что-то подобие и, конечно же, в этом Спайдер Мэне, но он не в такой глобальной масштабности. И вот кто играл в Эпофф Шадовс и играет в этого Паука, знаете, привкус повторной жвачки, мы это уже видели. Но это кто в Эпофф Шадовс проходил, кто не проходил, естественно, все вау, круто. Но, как я фанат Венома, лично я. Я ждал, что Веномом будет Эдди Брок, и что покажут, как там журналист будет преследовать ту же Мэри Джейн Веном, но этого нам не показали. К сожалению, не было такой, знаете, как хоррора, типа с Мэри Джейн что-то произойдет. Ну, как его там зовут? Эту ее Эй Джей, вот в этом Человеке-пауке. Вот. Что еще? За Майлза Моралеза, да, дают поиграть, тоже, конечно, прикольно, как он пытается спасти Питера Паркера. Естественно, я ждал, все ждали, что будет противостояние Питера и Майлза Моралеза. Это действительно было круто, как Майлз Моралез пытается в бошку Питера Паркера внести, что дружба это главное, что мы сражаемся, естественно, ради семьи, ради любви, ради чего еще сражаться Паучка. Вот. Вот я не знаю, какие моменты там были прям крутые, я запомнил только, ну, вот лично мое мнение, но это, естественно, тем, кто или будет играть в игру, или кто прошел игру, но это мое личное сугубо мнение, то есть, как бы объективное мои впечатления. Мне запомнился только Песочный Человек, да, вау, круто, в стиле Готов Вар, начало было бомбическое, потом нам показали Ящера, Ящер был тоже такой прикольный, бомбический, клевый, классный, и так далее. Вот. Краван, да, борьба с Краваном была супер, не спорю, круто, вот. Что еще? Что еще могло прям вот сильно запомниться, зацепиться? Да не поверите, наверное, знаете, не так много крутых моментов было, много боев, опять в стиле бои, 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 бои. Мне кажется, если бы я играл в трилогию Паука и начал в третий раз опять играть одно и то же, но с новым сюжетом, ребят, мне кажется, что Паук идет по стопе Ассасин Крит. То есть, знаете, это как типа конвейер, это когда много Пауков, много Ассасинов, много Баттлфилд, много Call of Duty, много чего еще, Need for Speed'ов. Вообще, вот, когда насыщенность игрового процесса, тебе боевка кажется одинаковой, график, от тебя не прям впечатляет, что это прям вау круто, это не видно, что Next Gen, что прям игра стала намного круче. Не знаю, в качестве я не видел, но у всех жалуются на производительность, на приставке, она выглядит хуже, чем Miles Morales. Это были не мои слова, это были слова людей, кто играл в Miles Morales и знают, что там графика немного лучше, чем в этом паучке. Ладно, суть не в этом. Суть в чем? В конце концовка банальная, то есть побеждает добро, паучки разбегаются по своим делам и опять же намек на продолжение. Скорее всего будет Spider-Man 3. Но опять же естественно не скоро, потому что вышел недавно второй паук, но есть одно но, повторюсь, будет дополнение за Венома и я надеюсь, что там будет интересно. Единственная сцена за Венома мне понравилась в церкви, когда Веном пытался удрать от Кравена, потому что звук не любит Веном и так далее. Я не говорю, что игра плохая, послушайте меня, я говорю свое субъективное объективное мнение, какое хотите решайте. Вот, это просто подкаст моей мысли, мои слова, слова Казуку Фэмили. Короче, игра неплохая, но вау эффекта вот лично для меня она не принесла. То есть за такие беженые деньги мне бы было жалко отдать деньги за игру. То есть если обменять потом на какую-то игру, в то же время, я бы, знаете, на какую игру обменял Spider-Man 2? На Alan Wake 2. Вот я тоже в подкасте скажу, какие впечатления у меня об Alan Wake 2. И там вместо Паука 2 у меня бы не жалко было потратить деньги именно на Alan Wake, а не на Паука. Я расскажу почему. Следите в принципе за каналом, за официальной страницей ВКонтакте. Вот. В общем, игра среднячок, вау-эффекта мне не принесла, но если вы хотите поиграть в Spider-Man 2, поиграйте, посмотрите, но вау-эффекта она вам не принесет. Да, тот же Паук, новый сюжет, Веном, возможно, сдать дополнение. Ну а всем удачи, всем спасибо за внимание, всем всего хорошего, с вами был Казуков Family, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok